Суеформа у польских гвардейцев начала 20 века. Варшавский королевский замок во Вторую мировую был разрушен фашистами до основания. И нынешний лишь новодел, выстроенный по сохранившимся чертежам. Но в Польше это считается признаком преемственности власти. Шановный пане, маршалку Сенату Респосполитой Польской. Как и польская конституция, текст которой отражается на гигантском экране. На деле лишь правительственный закон, который действовал всего два года. Пока речь Посполитую не поделили между собой Пруссия, Австрия и Россия. Царизм властвовал над большей частью наших земель. И жители наших регионов должны были служить бесконечным завоеванием Российской империи. Своим трудом, имуществом и кровью. Каждый из участников по очереди рассказывает, как тяжело его народу жилось в составе, а потом и рядом с Россией. У президента Зеленского от возмущения наушник выпадает. Мы все хотим жить и живем в демократическом обществе. И я думаю, что у нас одинаковые взгляды и мысли на это, но разный опыт. Мы на Украине много-много лет и десятилетий боремся за свою независимость. Президенты с женами и мужьями, только Зеленский с главой своего офиса Ермаком. Они вдвоем стали героями очередного скандала. Опубликована стенограмма переговоров с адвокатом Руди Джулиани, на которой тот еще в 2019 году требует от Киева материалы против Байдена-младшего. Все, что нам нужно от президента, чтобы он назначил честного прокурора, который проведет расследование и откопает доказательства. Когда мы получим все материалы, которые сейчас находятся у предыдущей власти, мы будем готовы немедленно работать в нужном направлении. Как вы думаете, Джо Байдена, эта ситуация порадует? Он будет радоваться, что глава офиса президента страны, которая ежегодно, американские налогоплательщики выделяют сотни миллионов долларов в виде военной помощи и другой помощи, он работал против него. На саммите тоже объятия дистанционные, на каждом маска, и эта церемония, кажется, вполне отражает отношения между странами, у которых только враг общий. Странам Евросоюза надо понять, что нас нужно не только приглашать 20 лет в Евросоюз, нас нужно там рассматривать как равноправного партнёра, как партнёра неотъемлемого. Польша и Прибалтика в этих чаяниях Украину поддерживают, но для вступления ведь требуется согласие всех стран. А, к примеру, Будапешт до сих пор обвиняет Киев в языковой и культурной дискриминации. В украинском Закарпатии расклеены вот такие листовки мадьяров на ножи, и этническим венграм там угрожает правый сектор. Мы знаем и кожного. Мы знаем каждого, кто из вас получил венгерский паспорт. Запомните, мы придём за вами, мы повсюду. А всё потому, что Венгрия вступила за право украинцев говорить по-венгерски. Принятое украинскими властями языковое законодательство запрещает использовать любой язык, кроме государственного, в учёбе и сфере услуг. Венгерские школы и Закарпатия закрыты все до единой. И это точно противоречит европейским понятиям о правах человека.